Итак, друзья, давайте познакомимся еще раз. Меня зовут Сергей Емельянов, я директор компании X3 Group. 16 лет я руковожу этой компанией, и более 600 проектов через меня прошло, ну, по крайней мере, где я участвовал. И наша компания занимается внедрением, да, автоматизацией внедрения бизнес-процессов в основном на Bitrix24. То есть, ну, так повелось, что когда-то мы занимались, свои разработки делали, так повелось, что мы уже 16 лет практически занимаемся именно Bitrix24. Итак, моя тема. Сейчас я разберусь немножко, как тут мотать слайды. Вот, разобрался, ничего сложного нет. Я хотел бы с вами поговорить сегодня про скрам. Это такая методика для того, чтобы ваши проекты, которые у вас, допустим, вам надо реализовать, чтобы вы их, в конце концов, реализовывали, а не чтобы они у вас стояли. Если не сложно, друзья, напишите, пожалуйста, плюсик, кто вообще знает, что такое скрам. Просто мне понимать. Отлично. То есть, многие, а не знают, не знают, плюс знают. Скажите, а пользуетесь? Два плюса поставьте. Я прям по технике Владимира, мне прям очень нравится, как Владимир ведет. Два плюса поставьте, если отлично. Смотрите, сколько пользуется. Друзья, я хочу как раз рассказать, что это за методика для тех, кто еще не пользуется, кто еще не знает, как. Ну, возможно, поделюсь опытом с тем, кто уже пользуется, и, возможно, вы мне что-то напишите, как пользоваться и как с этим работать. Итак, начнем издалека. Да, для чего нужен был, придумал был скрам. То есть, вообще, это как придумали данную методику программисты. Когда они разрабатывали программное обеспечение, к ним приходили заказчики, и они говорили, ну, оцени нам проект. Соответственно, достаточно сложно оценить проект, если он сложный. Если он типовой, там, не знаю, там, какой-нибудь простой сайт, да, допустим. То есть, ну, понятно, что мы его делаем там, ну, там, недели или две недели. Если этот проект сложный, то там достаточно много неизвестных переменных, и оценить его невозможно. И помимо предварительной оценки возникало еще ряд трудностей, которые, собственно, ну, в итоге получалось так, что проект просрочивался, просрочивался, про, короче, заканчивался не в сроке. И либо просто бюджет заканчивался раньше времени. В общем, проблем хватало. Поэтому программисты, собственно, и решили собраться и что-то сделать с этим. Итак, что мешает хорошему программисту сделать работу вовремя? Часть задач, главная, главная штука, это одна из главных. Часть задач делается впервые. Я вам хотел даже маленький анекдотик рассказать. Про, да, гибкие методологии разработки. Я хотел вам маленький анекдот рассказать про оценку про программистов. Может быть, кто-то не знает. Когда приходит мужик и говорит, слушай, почему вы программисты постоянно не можете проект оценить? Он говорит, ну, вот давай вот так, сейчас легко объясним. Скажи мне, сколько тебе машину разгрузить времени надо? Он говорит, ну, часа три. А если это КамАЗ? Он говорит, ну, часов шесть. Говорит, окей. Говорит, а если это КамАЗ с песком? Он говорит, ну, наверное, неделю. Ну, в смысле, день, да? День. Говорит, а если минус сорок градусов на улице будет? Говорит, ну, три дня. Говорит, а если у вас нет ни лопат, ничего, просто вот руками это самое. Говорит, ну, неделю будем копаться. Говорит, а если он под водой КамАЗ? Мужик такой смотрит, говорит, слушай, ты что мне тут трешь-то? Ты мне скажи, сколько времени? Что ты мне постоянно новые условия предлагаешь? Так вот, когда мы разрабатываем программное обеспечение, даже если мы все продумаем до мелочей, все равно в новых условиях целая куча будет. Вот смотрите, как пример, вот эта штука, она как тормашками. Я предполагал, что она будет как тормашками. То есть все предусмотреть невозможно, вообще невозможно никак. Неизвестные у нас данные, слишком большой объем работ тоже доставляет неприятности, потому что, ну, вот мы, допустим, вот когда много-много-много работ, все равно какая-то, какая-то часть, какая-то задача, она обязательно пойдет что-то не так. Это прям вот обязательно. Предусмотреть все заранее невозможно, друзья. Проект сдается целиком, а не частями. Это, вот представьте, что вы к вам пришли и говорят, вот мне надо, допустим, ремонт в комнате делать, сделать. Сколько времени вы будете делать? А вы только обои клеили до этого. Ну, хорошо, я буду ремонт делать. Ну, вы не знаете, там, сколько обои, там, ну, обои сдирать, одевать вы умеете. Ну, там уже помимо обоев, там, потолок натянуть, там, плинтуса какие-то сделать и так далее. То есть вы, в принципе, не можете, вы можете только угадать. Пойдемте дальше, а то времени совсем немножко. Так, и, собственно, вот это было начало. Для чего я вам все это рассказываю? Я сейчас хочу рассказать, вот как вот эта методика Scrum, которую придумали программисты для себя, собственно, она, как оказалось, используется, можно прекрасно использовать для вашего бизнеса. То есть в тех бизнесах, в любом практически бизнесе, где вы работаете, понятно, что не для всех задач, если вы, там, не знаю, шьете, там, рубашки, да, и вот у вас план, есть столько-то рубашек, у вас есть заранее запланированный объем работы, у вас есть пакеты, то есть вы просто шьете и шьете, тут, может быть, Scrum вам и не нужен. Но я сейчас расскажу, где он будет вам, возможно, нужен. Так, давайте подумаем, друзья, вот, я так думаю, что тут достаточно много предпринимателей. Так, что-то у меня тут написано, эффективно. Давайте подумаем, вот вы предприниматель, и какие задачи могут при вас, даже если вы не предприниматель, просто представьте себе, что вы предприниматель, у вас есть организация, и какие задачи перед вами могут вставать, которые предполагают те же самые проблемы, что и перед разработчиками программного обеспечения. То есть часть задач делается впервые, неизвестные данные, давайте подумаем, друзья. Пишите, прям вот, не знаю, включено, нет? Пишите, какие задачи для бизнеса очень похожи по начальными вводным данным. Я, наверное, не очень понятна часть задач впервые. Смотрите, давайте я вам сделаю подсказку. Допустим, вот вы шьете, пусть будет рубашка, да, как я начал, и вы хотите поехать на выставку. Ну, первый раз поехать на выставку хотите. Что вам нужно для того, чтобы поехать на выставку? Вам нужно найти эту выставку, вам нужно понять, какие требования, чтобы там выступать, вам нужно сделать стенд. То есть человек, который делал рубашки, часто делает стенды? То есть чтобы стенд красивый был, понятно, чтобы вы привлекли внимание, должен у вас чем-то отличаться стенд. Вы должны понять, сколько у вас туда человек должны поехать, вы ни разу туда не ездили. И вот представьте, что у вас бизнес, которому надо ехать на выставку. То есть все ездят, а вы не ездите, потому что вы ни разу этого не делали. То есть у вас, вы прям, ну, это вообще в принципе впервые. Даже если вы ездили куда-то на выставку, все равно каждая новая выставка, скорее всего, у вас будет что-то новое, что-то неизвестное, какой-то новый. Да, вот правильно, Мария пишет, новый проект. Это вот как минимум, ну, новых проектов же бывают разные, допустим. Какие еще бывают? Где взять деньги, где взять людей, как получить лиды? Нет, это немножко не про то. Давайте я тогда, сейчас дальше перемотаю. Я вот несколько штучек приготовил. Смотрите, открывать новый бизнес или направление. Вот представьте, что вы решили, решили, вот вы шьете рубашки, вы решили шить сапоги женские, допустим. Как это делать? То есть сколько проблем у вас возникнет перед тем, как вы начнете шить, сколько вопросов возникнет. Вы, надо найти оборудование, надо найти маркетинг, провести маркетинговые исследования, а вдруг это, ну, как бы, нафиг никому не надо, может быть, надо что-то другое шить. Вам надо найти, ну, кто поставщики, вам надо найти, понять, кто, где вы будете продавать. То есть очень много задач, очень много задач, которые перед вами стоят. Я сейчас расскажу, почему я про вот это говорю. Мы подойдем там, когда я буду рассказывать про скрам, у нас все сойдется. И как вот эти вопросы, как вот эти задачи мы будем решать с помощью скрам. То есть разрабатывайте новый продукт, участвуем в выставке. Маркетинг вообще, вот у нас маркетинг, просто мы сейчас запустили скрам, который идет постоянно, у нас постоянно бэклок накидывается задач. Мы просто накидываем, я буду показывать, когда пример, как это работает, мы просто накидываем эти задачи, чтобы они не забылись. И каждую неделю мы запускаем спринг по этим задачам. И вот у нас начинает, тем более, что вот мы не так давно, буквально с этого Нового года, мы полностью поменяли название, мы сделали ребрендинг, у нас остался только Ёж, вот этот Ёж. Владимир спрашивал, почему у нас Ёж везде. Вот, если хотите, я потом в конце, если время останется, расскажу. Так, давайте дальше пойдем, в следующем. Да, я боюсь не успеть. Самая главная проблема, друзья, угадайте, вернее, вот после того, как я рассказал, вот эти все, про вводную, так сказать, часть методики, как вы думаете, какая главная проблема для предпринимателя, когда он, допустим, хочет какой-то новый проект, особенно долгосрочный, вот прям вот с первого раза практически, ну, немножко другое, чуть-чуть другое, нет, нет, не вложение. Вот особенно сейчас, друзья, результат неизвестен, ну, возможно, он известен, смотрите, то есть, если я хочу шить сапоги, то я хочу, как бы, результат продавать сапоги. Вот, вот, Светлана, прям, вот, молодец, прям, Светлана, молодец. Постоянно меняющиеся условия. Представьте, вот вы, допустим, решили шить маски, да, вот, посмотрели, посмотрели, ну, заходит, это прям тема, сейчас все шьют маски, тем более у вас есть фейное оборудование, вы покупаете, там, новое какое-то оборудование, новых людей нанимаете, арендуете новые площади, все это запускаете, все делаете, делаете, а потом бах, и Собянин говорит, а мы отменяем, да, маски в Москве, масочный режим. И все. Для чего это делалось все? Как дальше быть? У вас план, вы писали техническое задание, вы согласовывали, да, долго-долго все это согласовывали, и в итоге пришли к тому, что в каком-то месте у вас просто-напросто ситуация изменилась, и это никому не нужно, то, что вы вкладывались деньги. Вот. Опять возвращаемся. То есть, где бизнес, где скрам? То есть, бизнесу надо развиваться, быстро реагировать и принимать решения. Все это понятно. Но сейчас речь идет о том, вот, последний пункт, как быстро воплощать эти идеи в жизнь, чтобы можно было успеть эти маски сделать, как в предыдущем докладе Владимир говорил, что когда уже все это известно, когда уже все понятно, это уже не рентабельно, да, а может и вообще просто-напросто быть уже не актуально. С чего начать, друзья? Вот обычно как это начинается? То есть, вы решение приняли, да, все, вы хотите, вам надо открывать, пусть будут эти сапоги, вы хотите шить эти сапоги женские, решение принято, но вот вы пытаетесь его как-то запустить, это решение, но у вас все всегда заняты, у вас все сотрудники заняты, что-то, кто-то делает. Ну, понятно, что у вас же не сидят люди без дела, то есть, нанимать новую команду, ну, вроде как, я не знаю. И вот у вас начинается вот это. Возможно, в таких условиях рассмотреть принятие решений их изменений. Да, смотрите, то есть, вы, главное начать, с чего начать? Вы знаете, Андрей Пометун, тоже очень люблю этого спикера, у него есть такая фраза, мне очень нравится, называется «Лизнуть слона». Это когда, вот, допустим, вы хотите, ну, вот пусть сейчас переложим на производство, вы хотите запускать производство женских сапогов, шить, и покупаете журнал или книжку про женские сапоги и читаете ее год. Вот это называется «Лизнуть слона». То есть, вы ничего не делаете, вы читаете год, вот такие сапоги, вот такие, что в этот год происходит? Ничего не происходит. Вы даже ни кусочка не откусили от этого слона, а надо его грызть, надо кусать, надо прям вот. Мы сейчас дальше будем смотреть, как вот эти кусочки слона прям разделить на куски этого слона и сожрать его просто до костей, друзья. Смотрите, скрам. Подошли мы, наконец, к понятию, что такое скрам. Я тут написал немножко от себя определение, чтобы вас не грузить вот этими опять программистскими там, так сказать, терминами, программистскими терминами. Скрам – это когда команда из нескольких человек выполняет несколько небольших задач за равные промежутки времени. То есть, сейчас я объясню. Итак, вот я накидал, надеюсь, у меня тут все видно. Видеть потенциальных клиентов. Смотрите. Из чего работает скрам? Как работает? У нас есть бэклог, так называемый. В него записываются все задачи. Ну, вы больше даже можете на тетрадку. Я недавно объяснял, у нас вот новый маркетолог, пришла с Нового года, и я объяснял, что такое бэклог. Я говорю, ну, вот тут, тут, тут. Он говорит, да вот у меня все на тетрадке показывает. Мне в тетрадке там полтора листа исписано, что нужно сделать. Я говорю, вот он, твой бэклог. Давай, все. Мы перетаскиваем в программу и будем по ней работать. Получается, вот у нас бэклог, мы сюда записываем все задачи. Самое главное, ну, вот, чтобы не забыть эти задачи, вы просто берете, у вас что-то возникло, что-то, вы просто туда записываете. Это не значит, что его сейчас кинутся делать, вы просто записываете эти задачи. Дальше эти задачи разбираются. Когда у нас накиданы, вот мы начинаем, да, производство, вот то, что я говорил, сапоги шить, мы, значит, какие там у нас будут вопросы. Где взять оборудование, где продавать, как проводить маркетинг. То есть, ну, понятно, да? Мы закидываем все задачи, потом дальше следует у нас, когда мы все эти задачи туда поместили, в этот бэклог, нам надо выбрать приоритетный. Понятно, что, допустим, если я, задача, там, не знаю, первоспенная задача, допустим, про те же сапоги, это провести маркетинговое исследование, да, либо там конференцию, если я вот провожу, мы тоже конференцию много проводим, тоже, кстати, по скраму. И, соответственно, первой задачей не является сделать лендинг, первая задача сделать, как минимум, там, программу составить и так далее. Поэтому мы делаем приоритет задач, которая нам надо в первую очередь, в данном случае, с нашими сапогами, это нужно сделать маркетинговое исследование. То есть, мы создаем несколько задач, мы, допустим, где продавать, как продавать, кто. Вполне возможно, можно на подзадачи разбить этот. То есть, нам нужно взять какой-то определенный кусок задач, который может выполнить ваша команда. То есть, вы набираете команду из людей, из сотрудников, говорите, все, мы делаем вот это производство, вы этим производством занимаетесь. Разбирайте задачи. Вот у нас приоритет, эти задачи надо выполнить. Мы, команда, значит, берет задачи, говорят, мы постараемся это выполнить. То есть, потом, когда вы будете работать с этой командой дальше-дальше, они будут уже более точно знать, какие и где задачи, сколько по времени, потому что, скорее всего, вначале вы будете промахиваться, у вас многие задачи, ну, не будут успеваться решать в течение вот этого первого куска слона, которого мы должны откусить. Итак, друзья, бэклог, смотрите, мы собрали задачи, которые нам нужны. Собрали по маркетингу, пусть будет маркетинг. Возможно, мы можем декомпозировать. Допустим, у меня есть задача оценить, я создаю под задачи и нанимаю там, допустим, компании, которые проводят маркетинговые исследования. И они выполняют эти задачи. Итак, когда вы планируете, мы подошли как раз к этому спринту, когда мы планируем спринт, вот этот кусочек слона, вот эти задачи, которые мы должны первые выполнить, первым делом, что нам нужно сделать? Почему именно вот этот, чем этот спринт ценен? В данном случае он ценен тем, что мы получим результат. Вообще, надо эти сапоги шить или не надо? Может быть, калоши надо шить? Мы это узнаем, когда мы этот спринт сделаем. Что может быть сделано в этом спринте и как это будет выполняться? То есть мы должны это все обсудить с командой и запустить спринт. Итак, подошли к спринту. Спринт – это некий промежуток времени. Обычно от одной до четырех недель зависит от того, какие у вас бизнес-процессы. То есть у нас, допустим, вот в нашей компании это неделя. То есть, в принципе, за неделю можно очень много сделать и очень много не сделать. Иногда бывает, что если через неделю мы встречаемся и говорим, что вот это не сделано, а у нас остается, допустим, два дня до выдачи продукта, мы просто теоретически просто не сможем то, что надо неделю делать, сделать за два дня. Поэтому наш спринт – неделя, наш кусок слона – это неделя. В данном случае у вас, может быть, зависит от того, какие у вас, насколько длинные у вас бизнес-процессы. Не стоит бояться, если вы какие-то задачи не сделаете. Когда у вас заканчивается спринт, вы их просто обратно в бэклог закидываете. Смысл в том, что, допустим, мы провели маркетинговое исследование, мы назначили несколько задач маркетинговых, и у нас, допустим, какая-то задача по какой-то причине не выполнилась. Ну, подрядчик, допустим, подвел. Но все остальные у нас выполнились, они 100% говорят, что не надо шить сапоги, надо шить калоши. Вот на калоши просто гигантский спрос. И вот это просто 100% однозначно. То есть, в принципе, мы можем даже вот эту задачу, которая не закончена, можем ее кинуть в бэклог, а можем просто ее удалить оттуда, как не нужны. Я не буду, я написал, что такое спринт, это вот как он официально называется, это достаточно сложная там итерация и так далее. То есть, вот просто понять, это наш кусок слона. Самое главное в спринте, друзья, это когда вы, это ежедневные встречи. Обязательно. То есть, вы можете дать задачу вашей команде, и она будет делать это всю неделю. Если вы не будете встречаться, то вероятность, очень высока вероятность, что через неделю встретить у вас ничего не сделано. Понятно, у вас любые найдутся причины, почему это не сделано, потому что понятно, что сотрудники работают где-то, занимаются они чем-то, да, то есть, вы физически не можете их оторвать полностью с производства, со своего. И они просто-напросто будут говорить, что это вот, у меня там дела были, у меня там еще что-то. Поэтому ежедневные встречи. Самое главное, три вопроса. Покупально 15 минут ежедневных встреч. Что я сделал вчера? Что ты сделал вчера? То есть, спрашивайте каждого участника, что ты сделал вчера? Что ты будешь делать сегодня? И какие возникли проблемы? Когда вы будете спрашивать человека каждый день вот это, то есть, он уже не может с утра, допустим, прийти на эту планерку и сказать, что я ничего не делал, вот так всю неделю. По крайней мере, вы через три дня поймете, что этот человек, либо он загружен, его надо будет просто-напросто либо разгрузить с производства, с вашего, либо его обратно на производство туда, и пополнить команду другим членам. То есть, вот примерно так это работает. И, соответственно, когда заканчивается спринт, вы приглашаете, допустим, руководителя туда приходит, кто ответственный, и начинаете, собственно, сдавать этот спринт, что сделано, что не сделано. То есть, заказчик принимает у вас вот эту работу. Если вся работа, как бы, сделана нормально, вы этот кирпичик, вот продукт у меня справа, кладете этот продукт туда. То есть, вы откусили кусочек слона, положили в холодильник. Откусили, положили в холодильник. Главное еще в конце, ретроспектива так называемая, то есть, это когда команда собирается и просто обсуждает между собой, что сделано не так, почему все это не работало, и что нужно предпринять для того, чтобы в следующий раз мы спринт сделали более успешно, то есть, больше задач мы сделали. Главное, друзья, тут командность, командная работа. То есть, не должно быть так, что кто-то сделал задачу, а кто-то не сделал. И вот член команды говорит, мы вот сделали, а вот он ничего не делал. То есть, так нельзя, потому что мы, если у нас, допустим, не будет тот же маркетинг, мы проведем, допустим, и у нас какая-то задача достаточно важная, которой будет не хватать, да, что вот эти калоши нам надо производить, и просто этой задачи не будет хватать, и мы не можем 100% сказать, вроде как калоши, но непонятно, у нас вот этого задачи нет. То есть, все сработали отлично, но, друзья, получается, один подвел, и спринт просто не засчитан, мы еще на неделю, получается, его продолжаем, и за неделю затягиваются все эти работы. Еще важная, важная такая ремарка, что каждый спринт, это должно быть нечто законченное, друзья, это должно быть нечто законченное, что можно положить именно кирпичикам. Почему, когда разработчики, допустим, что-то вот это делали, какие-то программные продукты, и, допустим, мы делаем сайт, да, там очень большой, там, оплата, там еще чего-то, чего-то, но мы делаем кусочки, которые работоспособны, и где-нибудь в середине, допустим, клиент говорит, друзья, у меня кончаются деньги, давайте закругляться, давайте выкладывать то, что есть. Если мы делаем по техническому заданию, которое у нас предполагает в течение года каскадной технологии, каскадной методики это делать, то у нас получается, что мы говорим, слушай, мы там кусок сделали, там кусок сделали, там кусок сделали, у нас просто вот это мясо от слона, вот так вот, нащипали чуть-чуть, у нас нет ни одного куска, мы ничего не можем выложить. Мы вроде делали полгода, а что ничего не сделали? Данная методика предполагает, что мы этими кирпичами строим, 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 и у нас получается, вполне возможно, что к середине года, то есть к середине задачи у нас уже будет работающий сайт. Да, там может быть оплата не принимается, либо там какие-то доставки, но он уже работает, мы уже можем выложить его и, допустим, запустить SEO на него, там еще что-то сделать, он уже будет жить. И когда команда вернется, когда у заказчика появятся деньги, допустим, когда она вернется, она вернется к этому проекту, к этому уже полуработанному, он уже будет работающий, его просто будет дорабатывать. А если у нас будет вот этот слон раскиданный по кусочкам, весь размазанный по холодильнику по нашему, там не кусками, то, соответственно, скорее всего, надо будет начинать сначала. Времени у меня совсем мало, давайте я прям по-быстренькому, по-быстренькому еще. Смотрите, это четыре сцены, на самом деле вот Scrum это просто-напросто как бы инструменты, джайл, так сказать, как он, то есть методик, да, методик, слово забыл. Философия, да, есть такая джайл-философия, которая предполагает вот гибкое управление вот этими проектами. И вот Scrum это одна из методик. Есть еще их много на самом деле, тот же Kanban, допустим, это тоже может быть джайл. Например, вот мне тут уже спрашивают, какое поиспользуемое. Друзья, мы работаем с Bittrex, как я вначале говорил, поэтому мы были очень рады, когда Bittrex нам предоставил этот инструмент, мы прям просто были в восторге. Тем более, что ничего покупать вам не надо дополнительно, если вы там уже работаете. Это все прекрасно работает. Я прямо сейчас на примере вам покажу, буквально у меня тут чуть-чуть осталось до вопросов. Когда мы, например, мы организуем конференции, как я говорил, уже буквально вот три года мы как запустили. И каждая конференция, даже если мы их проводили очень много, каждая конференция – это что-то новое, что-то неизвестное. Просто вот создаем пример, вот так интерфейс выглядит. Создаем, набираем команду. Смотрите, у нас есть владелец продукта, вот сверху. Это тот, в данном случае, это владелец бизнеса. Если в нашем случае, там где-то, допустим, когда мы пишем программы, владелец продукта – это человек, который взаимодействует между заказчиком непосредственным и командой, которая работает. Есть скрам-мастер – это человек, который следит, то есть как бы наставник этой команды. Он, по идее, он сам ничего не должен выполнять, он просто должен вычленять там приоритетные задачи и смотреть, чтобы команда работала слаженно, никаких проблем у нее не было. Ну и, собственно, команду разработки мы набираем, друзья. Вот он, бэклог, вот так выглядит слева, посмотрите. Просто закидываем туда задачи. Закинуть задачу буквально 3 секунды. Я вот просто вот иду, думаю, так, нам надо, вот смотрите, вот эта штука, на самом деле мы меняли, просто забыли. Мы меняем все, у нас еще просто ничего не напечатано. И я буквально вот сделал на ходу, пока Владимир делал, меня распечатали, повесили сюда в рамку нашего ежа. На самом деле это можно было сюда закинуть, если бы я заранее подумал, закинул, мне бы уже сделали бы. Это обязательно упало скрам, и это в первую очередь, тем более, что это на принтере, на офисном распечатали, как бы очень быстро. Закидывайте в бэклог задачи все, что у вас есть, чтобы не забыть, друзья, просто закидывайте. Не важно, потом надо или не надо, вы потом на встрече обсудите, какие задачи нужны, какие не нужны, даже можно не удалять ее, пусть она там висит какое-то время. Закидывайте все задачи, в следующем набирайте ваш спринт, то есть то, что вы сделаете, ваш кусок, то, что вы сделаете за, в данном случае, за нашу неделю. Смотрите, у нас есть составить план анонсирования, найти площадку, согласовать площадку, выбрать сторонних спикеров. Мы раскидываем на команду, и каждый выполняет, каждый день мы собираемся и обсуждаем, что у нас сделано, что не сделано по этим задачам, чтобы понять, что мы успеваем или не успеваем. Соответственно, вот как это, все задачи, когда мы запускаем спринт, они все задачи проваливаются в воронку, и мы, я прекрасно вижу, особенно там владелец бизнеса, он прекрасно видит, выполняется задача, или она только в новых висит, или она уже сделана. То есть, так же, как и Scrum Master, вы можете прекрасно видеть, как у вас двигаются дела, и, собственно, либо поторопить как-то команду, либо какие-то принять, если вам срочно надо что-то сделать, то принимайте какие-то меры, возможно, какие-то задачи не столь важные можно выкинуть из Scrum. Да, ничего страшного в этом нет. Главное, что вот именно гибкость, именно гибкость, это готовность к тому, что мы можем в любой момент изменить проект, в любой момент сделать по-другому. Опять же, проблема, да, то есть, я не знаю, если кто-то с госами работает, представьте, что у вас государственные контракты, и у вас есть на целый год работа, и вам, в частности, допустим, вот необходимо, есть задача там, простите, господи, Инстаграм интеграцию сделать, да, а вы понимаете, что это теперь запрещенное, то есть ее делать вообще не надо, но вы не можете ее вычеркнуть из вашего технического задания, потому что оно есть у вас в контракте, и вот эта проблема, ну, практически, то есть, по сути, вам ее придется сделать, и потом выкинуть ее. И отключить, потому что так это уже будет другое, то есть, дополнительное соглашение крайне сложно туда добавить, когда мы работаем по технологии Scrum, по Agile, да, вот это, то есть, мы можем в любой момент изменить, практически в любой момент, не пошли у нас сапоги, мы делаем калоши, вот Владимир уже появляется, это у меня последний слайд, по-моему, был, да. Давай, конечно, вообще. Давай, Сергей. Здравствуйте, погоди, я не слушаю, я наушник одену. Заканчивай, Сергей, у тебя последний слайд, ни в коем случае не прерывай тебя. А, отлично, все, друзья, я поделился с вами вот этой технологией, попробуйте обязательно, неважно даже, вот предыдущий слайд, да, неважно даже, вы можете сказать, что там можно в тетрадочке, да, как у нашей Наташи, маркетолога, там можно действительно в тетрадочке, но я по тетрадочке не вижу, какие из них, где она вычеркивает, что сделала или не сделала. Ну, и, как бы, если у нас есть инструмент очень удобный, классный, используйте его, обязательно используйте, принимайте любой метод, друзья, но главное, чтобы вы не стояли на месте. Если у вас есть классная идея, делайте ее, прям вот берите и делайте. У меня все. Спасибо большое, Сергей, за выступление. Метод Scrum Agile, на самом деле, это такая какая-то вещь, но мы, так как по той же самой системе работаем, такая штука, которая очень долгая, очень, скажем так, со скрипом, принимается российская ментальность. У меня к тебе такой первый вопрос будет от себя. Скажи, пожалуйста, до какого размера компании нужно вырасти для того, чтобы начать использовать Scrum у себя вообще в целом, систему ведения проектов Scrum? Это должно быть там 50, 60, 100 человек, либо это подходит для малых компаний? Слушай, ну, а в принципе это, вот вообще считается, что команда должна быть там, ну, не знаю, 5-7 человек. Ну, вот у нас, допустим, маркетинг, команда, это маркетолог, и у нас есть человек, который занимается эвентами всеми, и я, собственно. Вот мы втроем и подключаем еще дизайнер, вот вся команда. То есть чисто теоретически, если бы мы состояли бы из этого количества людей, мы могли бы делать задачи по этой технологии. То есть, в принципе, вот команда, ну, 5 человек, допустим, была команда, чтобы распределять. Понятно, если я один, работаю, хотя, в принципе, даже для себя, да, вот даже для себя вы можете поставить бэклог и делать вот эти кусочки слона, откусывать. И, то есть, это будет просто удобно, вы можете планировать свою рабочую неделю. Это прям очень удобно, это прям мастхэр. Хорошо, ну, то есть, даже для одного человека могут быть полезные инструменты планирования. И вообще, наверное, уважаемые друзья, это вопрос именно планирования. В первую очередь, и правильно, эффективного распределения собственных ресурсов. Хорошо, вопросы. Все участники скрама видят задачи, подзадачи и комментарии остальных участников? Слушайте, ну, это как бы, это же инструмент, вы можете настроить. Ну, понятно, что если у вас команда работает, они все должны видеть эти все задачи, которые у вас в спринте, да, для команды. И они, как бы, да, видят и комментарии, и все. То есть, ну, это все настраивается на самом деле, там много настроек. Если вот мы сейчас про инструменты, которые для битрикса. А вообще, с точки зрения настройки, это сложный процесс? Можно, например, компания самостоятельно взять и использовать это у себя? Да, конечно, там настраивать, там уже просто кнопочки нажимать. Вот я интерфейс специально за скриншотил, показал, что достаточно просто нажимаете, там все по-русски написано. Права разделяете, обязанности. Хорошо. Тут вопрос такой задавали, но просят раскрыть ответ, где взять деньги, где взять людей, как получить лиды. Ну, я думаю, это такой вопрос, в чем смысл жизни на самом деле, он не несет одного-единственного ответа, он всегда есть. Но вдруг у тебя на самом деле какие-то моменты, где бы можно было взять новых лидов нашим клиентам? Слушай, ну это уже задача в бэклок, накидываем, декомпозируем их, потом дальше придумываем, как нам это, что нам, для того, что нам делать, вы можете эпики сделать, да, вот нам надо денег, где взять денег. И начинаем задачи накидывать, потом делаем спринт и идем жрать слона. Собственно, вообще-то, как бы, эта задача, наверное, больше к Владимиру, он у нас бизнес-ангел, там, где он, там, наверное, сразу приносит деньги. А мы сейчас про автоматизацию. Ну, вот примерно так. Если с точки зрения автоматизации, то можно попробовать вот этот метод. Вопрос и подход настоящего технаря. Огонь, уважаем. Следующий вопрос. Было ли сопротивление вашей команде при внедрении скрам и как вы их убеждали? Слушай, ну, это прикольнее, во-первых. Это командная работа. То есть мы сейчас и проекты делаем, да, то есть стараемся, по крайней мере. Ну, учитывая, что мы сейчас, очень много у нас на техподдержке, понятно, что техподдержку мы не можем в скрам, допустим, планировать как-то. Она может, ну, как бы, заявка может в любой момент свалиться, и она может быть срочной. Но когда мы делаем проекты, и это действительно, как бы, удобно, интересно, и мы начинаем двигаться. Просто вот я вижу, как мы двигаемся, и люди видят, что происходит движение. Мы, наконец-то, откусили голову этому мамонту, мы начинаем то-то, то-то делать, и, как бы, это людей вдохновляет. А когда у нас просто разбросаны задачи, мы тут делаем, вот это делаем, там, по кусочку. И в итоге мы месяц проработали, а у нас результатов нет. То есть, поэтому, вот, не знаю, в принципе, нормально, это интересно, это как игра. То есть, у нас есть игра, надо пройти несколько уровней до конца недели, в нашем случае. Мы их проходим, потом смотрим, что у нас там не получилось. И что получилось, и получилось лучше всего. Окей, а может быть, были те сотрудники, конкретно в рамках твоего, твоего примера, либо твоей команды, которые такие наотрез сказали, что, нет, слушай, мы не будем так работать, и, если были, что вы с ними делали, где они закопаны? Бывало непонимание, могут не понять. Вот, допустим, вот у меня есть проект, а как я, что я там должен делать, что там по скраму, что там. Ну, собственно, надо пробовать, начинаешь пробовать, людям начинает понятно, все, да, вникают и, собственно, работают. Нет, нет, я не вижу в этом. Это же не CRM внедрять, да, когда мы внедряем CRM, а у нас там люди сидят, сопротивляются, потому что они же знают, что если мы сейчас, как сказал Владимир опять же, да, они же знают, что мы сейчас посмотрим, сколько он работал, 23 минуты, и сколько он лидов забрал. А тут, как бы, это немножко другое, это наоборот люди, прям, мне кажется, воспринимаются интересом. Хорошо, следующий вопрос. Сергей, как вы считаете, системность – это главное в бизнесе? Ну, сложный вопрос, на самом деле. Ну, такой поразмышлять, давайте, у нас еще порядка двух минут. Да, да, системный маркетинг, это же, ну, это как бы, да, должно быть там, системный маркетинг, система и так далее, но все равно должна быть доля какого-то непредсказуемости, доля чего-то. То есть, все равно должен быть человек, который что-то делает не системное, которое вполне возможно может подтолкнуть компанию к развитию какого-то нового направления. То есть, хотя, ну, системность, скорее всего, да, это прям очень важно, а иначе у нас будет хаос. Окей, так, есть еще у нас время. Сценарий скрама у вас один раз прописан где-то или вы каждый раз его адаптируете? Ну, мы просто собираемся каждый раз, у нас новый проект, мы собираемся, обсуждаем его, и, собственно, все сценарии, все этапы там проверки и так далее, то есть, все зависит от проекта. Ну, тогда я, наверное, здесь от себя добавлю, что вообще в текущем программном обеспечении, в системе, в которой вы делаете скрам, можно, конечно же, создавать шаблоны. Но есть понимание, что, вот, например, организация этой конференции, в которой я и Сергей участвовали, она также прописана с помощью небольших отрезков, небольших задач. Как я говорил, мы готовили ее с недваря текущего года, и она состояла порядка из 52 отрезков задач, каждая из которых включала в себя выполнение, фиксацию определенной задачи. Настройки камер, настройка задника, внешний вид, презентации, полностью-полностью все. И таким образом, тот самый слон, я буду вторить вам уже, Сергей, о котором Сергей сегодня говорил, на самом деле очень легко естся по частям, и насколько он не был бы страшен, там, условно, даже в первый раз, во второй, в третий, в четвертый, любая сложная, даже очень сильная задача, всегда решается очень легко и очень просто. Мне кажется, Владимир, сейчас слон, который сзади тебя, сейчас испугается и убежит. Да-да-да, кстати, интересный момент, никогда вот именно эту параллель не проводил. Дорогие друзья, спасибо большое, Сергей, вам за выступление, ну и как всегда, как каждого нашего спикера, я прошу, если взять все ваше выступление и взять из него самую цену, самое важное, самое нужное, и дать вам 10 секунд, что бы вы сказали нашим слушателям. Ой, друзья, делайте работу так, чтобы вам нравилось, чтобы вы получали это удовольствие и средства, так сказать, деньги. Это бизнес ради денег же, но чтобы удовольствие было обязательно. А скрам вам точно доставит удовольствие, потому что ваша работа превратится в какая-то в игру, так сказать. Спасибо большое. Сергей, еще раз благодарим вас за отличное выступление.